Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Россия сможет и дальше держать удар. Что вы думаете по этому поводу? Санкции, которые Евросоюз объявил против России, очень тяжелые и комплексные. Они наслаиваются на предыдущие пакеты санкций, которые были введены раньше, но которые были менее стесняющими для России. Некоторые санкции раньше можно было легче обойти, чем те санкции, которые были недавно приняты Евросоюзом, не говоря уже о санкциях со стороны США. Первые выводы, которые я могу сделать, что наиболее страдают от санкций, в первую очередь, не Россия, а европейские государства и даже США. Сегодня мы отдаем себе отчет, что Россия нарастила свои финансовые запасы за счет экспорта природных ресурсов. Это достаточно парадоксально, потому что они это делают за счет Америки и Европы, и каждый день становится все богаче. Тем более, что сейчас Россия экспортирует в другие странные объемы, которые раньше предназначались нам. А цена на сырую нефть только растет, и Россия извлекает из этого большую прибыль, чем раньше извлекала. Так что первый санкционный удар получился против нас и в пользу России, которая пользуется сложившейся ситуацией. Россия только увеличивает объемы своих богатств и одновременно спасает людей на Донбассе, которые страдали 8 лет подряд в войне украинского правительства против Донбасса. Я делаю вывод, что санкции США обогащают Россию. Именно так все и происходит. Наверное, это будет уже ваш следующий вопрос, но я все же скажу. Европейский Союз, как стойкий оловянный солдатик, равняется на американцев. И эта позиция все больше становится нелепой, смешной и непродуманной. Она показывает, что европейские правительства совершенно не обладают независимостью, а просто держат равнение на антироссийскую политику, которую разрабатывает Вашингтон. Иногда возникает ощущение, что европейцы даже больше настроены антироссийски, чем сами американцы. Началась российская спецоперация, и мы слышим, как уже в Соединенных Штатах звучат голоса, что эту войну нельзя выиграть, по крайней мере на фронте. И надо прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Мы видели, как подобные заявления звучали на Давосском форуме. Многие американские эксперты повторяют это предложение дать России то, что она хочет, и тем самым покончить с конфликтом. Получается, что американское правительство иногда выглядит более договороспособным, чем европейцы. Так что это поведение Европы относительно украинского кризиса является парадоксальным. Потому что европейцы отделили себя от России и сделали это зря. Потому что, конечно, Россия евразийская держава. Но мы ее сейчас отталкиваем. Она разворачивается в сторону Азии. Между тем, нам необходимы поставки природных ресурсов из России. Поэтому абсолютно абсурдно отрезать себя от ресурсов, которые были относительно дешевыми и позволяли функционировать европейской экономике. Рассмотрим пример Германии. Раньше Германии было достаточно просто открыть вентиль, чтобы получить дешевый газ. А теперь она готова пойти на обрушение своей экономики, потому что сейчас закрываются немецкие предприятия, они просто банкротятся. Немцам достаточно просто открыть вентиль, чтобы опять получить газ. Но они этого не делают. Это же абсурд. Так что все это доказывает, что все европейские страны, а Германия верных солдат Соединенных Штатов в Европе, лишены независимости. Кстати, Олаф Шольц решил сейчас сделать из немецкой армии первую армию Европы, выделив на это около миллиарда евро. Эти деньги позволят сделать немецкую армию более мощной. И все, кто помнит историю Второй мировой войны, начинают нервничать. Потому что мы чувствуем эту сильную немецкую военную волю. Опять они становятся первой военной державой Европы. Но, помимо всего прочего, Германия всегда была двигателем европейского сообщества, экономическим двигателем. Я думаю, для США важен следующий расклад. Ставить на Германию, у которой лучшая армия, и получать то, что им нужно, через Германию. Получается, что немцев заставляют применять даже больше мер к России, чем делают сами американцы. Мой следующий вопрос о роли Германии. Потому что Германия сейчас поставляет украинцам оружие, оборудование по принципу «шаг вперед, два шага назад». Похоже, что Берлин не желает поставлять оружие. Потому что боится образования сильной Речи Посполитой за счет территории Украины. Так что у Германии свои страхи. Потому что Польша желает забрать себе восточные кресы. И я напомню, что именно благодаря Сталину территорию Украины увеличилась за счет территории Польши. И теперь Польша хочет вернуть себе эти потерянные земли. Теория Великой Польши предполагает объединение национальных территорий, которые по размеру превышают даже площадь Германии. Это та самая Речь Посполитая. Так что Европа, похоже, не очень стремится к сценарию, который ей нарисовали американцы. Да, то, что вы говорите, это исторически истинно. И в настоящее время остается истиной. Дело в том, что американцы играют одновременно на двух досках. И с Германией, и с Польшей. Их основная цель – это, естественно, распад России, если бы они могли добиться ее распада. По крайней мере, они хотят ее ослабить и отрезать от европейских стран. Если бы существовало согласие между Германией, Францией, Италией, Испанией, даже, может быть, Польшей и Россией по поводу сотрудничества во всех сферах, это стало бы новым территориальным союзом, который смог бы противостоять влиянию американского соперника. Наша цель совсем другая, чем цель американцев, которые желают, прежде всего, помешать европейцам договориться с россиянами. Американцы хитрые. Они играют сразу на двух досках. На одном столе с немцами, на другом с поляками. У Польши странная логика. То она говорит, что даст танки, то она не дает танков. И вообще, все европейские политики, будь они немцы, испанцы, поляки, шведы, да кто угодно, все эти правительства живут под властью олигархов, управляющих США и западным миром. Эта финансовая олигархия, она очень мощная, у нее очень много денег, и всем заправляет Уолл-стрит. Именно эта власть привела к расстановке по местам правителей, которые были бы полезны и необходимы для олигархии, которые полностью подчинены этой мафии. Но наступил такой момент, когда европейцы поставлены перед выбором. Народы в Европе совсем не рады, что они подчинены США. Людям необходимо покупать базовые продукты питания, чем-то заправлять свои машины. Люди шли к избирательным урнам во время выборов, но в результате избирали тех людей, которые куплены американской олигархией. Так что немцы, как и поляки, как и французы, должны теперь опасаться ярости своих народов. Немцы, даже прибалты и финны, говорят, «Ваша война с Россией не входит в круг наших интересов. Поэтому или вы измените политику, или мы устроим тут переворот, неважно, через кризис или через выборы. Во Франции олигархия очень сильна, как и в Италии, Германии и других странах мира. Поэтому, когда народ начинает страдать, то происходит то, что происходит. Мы сейчас очень боимся, что немцы, поляки будут иметь регресс в историческое прошлое по своим политическим решениям. Совершенно понятно, что немцам не интересно и не импонирует покушение поляков на украинские земли. В прошлые века они были хозяевами в этом регионе. Мы видим, что поляки делают все, чтобы восстановить свою роль в регионе. Мало того, есть особый режим для поляков, которые желают устроиться на Украине. Теперь они могут избираться в правительство, они могут работать в судах, у них вся полнота прав, как будто они у себя дома. Это фактически аннексия Польши и Украины. Возможно, для Украины этот способ лучше сопротивляться России. Но я думаю, что недолго народы будут терпеть свои правительства, которые работают против интересов своих стран. Макрон регулярно обращается к Путину с вопросами, проводит много часов, беседуя с президентом России по телефону. Как вы считаете, существуют какие-либо другие горячие точки, которые обсуждают оба лидера помимо Украины? Точки, связанные с территорией бывшего Советского Союза, где могут пересекаться интересы Европы и России? Допустим, район Армении, Азербайджан и Центральная Азия. Потому что известно, что европейцы проявляют большую активность в этих регионах. Эти регионы потенциально могут нести в себе определенную угрозу мировой стабильности, да или нет? Или же это все-таки несколько утрированная точка зрения? Думаю, что Макрон очень эффективный президент, который хорошо понимает, что антироссийская политика, которую мы видим в настоящий момент, направлена в стену, фигурально выражаясь. Она неэффективна, но Макрон остается президентом крупной страны Евросоюза. Поэтому он обязан постоянно иметь дело с администрациями Евросоюза и других стран, которые поддерживают американскую политику и общую политику в рамках НАТО. Судя по заявлениям Макрона, он понимает все недостатки американской политики и в чем промахи американцев. Но американцы на сегодня контролируют всю Европу. Поэтому Макрон может или произвести внутреннюю революцию в Евросоюзе, я не думаю, что он на это способен, или должен следовать общей линии. Он не может не следовать директивам Вашингтона. Но так как он проницательный человек и он играет свою роль, он пытается быть медиатором между Россией и Европой. Из его деклараций иногда возникает такое ощущение, что он может вести независимую политику, но на самом деле это невозможно. Он остается верным солдатам Евросоюза и НАТО и продерживается общий директив, выработанных против России. Я думаю, что президент Путин, который принял президента Макрона в Москве и постоянно говорит с ним по телефону, они уже сто часов проговорили, проявляет максимальное уважение и внимательность к президенту Макрону. Это связано с тем, что президент Путин хорошо знает, что все европейские правительства равняются на Вашингтон. Так что если он продолжает говорить с Макроном, то это потому, что Франция в состоянии противостоять американцам. Американцы всегда боялись Франции, потому что у нас родился Деголь и может теперь родиться новый Деголь, который сумеет бросить вызов НАТО. Потому что наш так называемый атлантизм проявляется во всех плоскостях. Допустим, даже наши офицеры в армии могут продвинуться по службе только в том случае, если они полностью и безоговорочно преданы делу Североатлантического Альянса. Не национальным армиям интересам, а именно Альянсу. Это фундаментальная основа всего мышления, включая мышление военных сейчас в наших странах. Но между тем я напоминаю, что Деголь еще говорил, да, американцы не наши враги, но я не считаю их друзьями. Потому что у стран не бывает ни друзей, ни врагов, а есть только интересы. Так что американцы не могут доверять Франции. Это нормальное состояние их духа, вопреки тому, что Саркази был им предан. И даже при политике Макрона. Потому что, еще раз повторяю, Франция в свое время породила Деголя. Мало ли на что способен народ, который довели до крайности. Я считаю, что Макрон понимает, что антироссийская политика – это абсурд. Но он не может выйти из общей колеи. Поживем, мы видим. Я думаю, что мы живем на грани взрыва, который уничтожит старый мир, будь то из Парижа, из Лондона. Нам постоянно говорят, что мощь НАТО раздавит Россию. Что, дескать, наша экономика настолько сильна, никто не сумеет противостоять нашей конкуренции. Но ведь это же ложь, это фейк. Я видел, как американцы поехали встретиться с китайцами в Индии, чтобы убедить их присоединиться к антироссийским санкциям. Но этого же не произошло, мы не достигли поставленных целей. Поэтому в настоящий момент мы находимся в эпицентре урагана, в эпицентре абсурда. Так что Бринкен ездит по миру и говорит такие вещи, что доказывает, что более 80% международного сообщества вполне солидарны с Россией. А вовсе не с американцами. Возможно, они не желают это явно показывать. Но они не согласны с политикой НАТО относительно санкций, которые приняты против России. И многие из них даже рады увидеть, что Россия смогла сбить спесь с американцев благодаря спецоперации России на Украине. Надо напомнить, что Путин не хотел войны. Он предложил в конце 2021 года проект стратегического договора с США. Он же им сказал, давайте вернемся к соглашениям, которые так и не были соблюдены между СССР и США, и Россией и США. Поэтому давайте заключим новый договор, где обе стороны могли бы заключить соглашение, что мы не угрожаем друг другу ядерным оружием, чтобы не вернуться к Кубе 1962 года. А ответа не было. Срок был до 15 января, по-моему. И никакого ответа он не получил. И я помню, что Путин сказал, что если не получит четкий ответ, тогда он вынужден будет принять какие-то ответные меры. После этого вспыхнула спецоперация 24 февраля. Я даже не сомневался, что ответные меры обязательно будут. И по нашим расчетам, Россия собиралась позже давать свой военно-технический ответ. Но потом дата была перенесена на более ближний срок, потому что российская разведка узнала, что Украина готовит массивное наступление на Донбасс. Мы считаем, что это достоверно. Так что Германия, Франция, другие страны связаны коррупционными узами в рамках англосаксонской олигархии Уолл-стрита и Нью-Йорка. Именно эти биржи управляют западным миром. Я говорил и повторю снова, в мире существуют сильные государства, державы. И эти силы готовятся к разработке новой мировой системы управления нашей планеты, чтобы отказаться от американского диктата. Благодарю вас, господин Курвес. Мне кажется, я уже изнурил вас своими вопросами, поэтому будем заканчивать наше интервью. Я знаю, что вы, работая советником министра внутреннего дела Франции, много занимались проблемой эмиграции. Миграционный кризис касается не только Франции, но и многих других стран, даже России. Везде нужно разрабатывать меры, направленные на сдержанные эмиграции. Мы знаем о миграции во Францию из Африки. Потом во Францию прибыли люди из Ближнего Востока. А теперь вот и украинцы усугубили, так сказать, миграционный кризис. Существует ли в настоящий момент план того, как переварить эту массу людей, лишенных родины, работы, которые ложатся тяжким бременем на местный бюджет и население? Да, вы правы. Это очень большая проблема, которая не решена. Отвечая на вопрос, я не думаю, что есть какой-то план. Сейчас есть точечные меры для того, чтобы заткнуть дыры, но генерального плана нет. Для нас это основной вопрос. В нашей стране существует масса регионов, в которых мы утратили возможность проводить свои решения, где вообще центральная власть не работает. Там ведется наркотрафик, процветает серый рынок и параллельная торговля. Бывает, что полиция пытается проводить рейды, но ей противостоят местные банды, вплоть до летального исхода. И это не единичный случай. А причина в том, что вопрос не решен и не решается. Все большее количество людей живет вне закона в качестве маргиналов. Как правило, мы наблюдаем этот феномен на периферии. И в эти зоны не то, что полиция, но даже пожарные боятся въезжать, потому что на них могут напасть. Это фундаментальная проблема. И я думаю, что нет никакого плана для того, чтобы решить этот вопрос. Я думаю, что существует риск взрыва в среде этого миграционного населения, абсолютно не интегрированного в наше общество, и однажды маленькая искорка может привести к очень серьезным последствиям. В этом таится настоящая опасность, которая никак не урегулирована. По поводу прибытия украинцев в нашу страну. Украинцы, во-первых, совсем не то население, которое создавало у нас гетто. Те самые гетто, в которых не имеет доступа наша полиция. Украинцы – люди православной культуры. Будь они хоть католики, хоть атеисты, но они обладают общей культурой с нами, очень близкой к нам. Нам не важно, за Россию они или против. Но это те люди, с которыми у нас очень много точек соприкосновения. И если в некоторых местах их плохо приняли в нашей стране, то это потому, что не смогли правильно организовать их прием в том или ином районе Франции. Мы понимаем, что не все среди этих беженцев белые овечки. Но все-таки нам не важно, за Россию они или против. Это просто люди в тяжелом положении. И для нас вопрос совсем в другом кроется. Мы считаем, что это люди, столкнувшиеся с очень тяжелыми материальными проблемами в своей стране. Совершенно нормально, что мы их поддерживаем. Но правда, тот энтузиазм людей, чтобы поддержать новоприбывших, быстро спал. Теперь мы столкнулись с рутиной. Конечно, среди украинцев, получивших статус политических беженцев, правда, я не читал социологических выкладок, хватает людей, противостоящих России. А другие, может быть, за Россию. Но были вынуждены по материальным причинам бежать из своей родины. Но я не думаю, что можно приравнивать это население к тем мигрантам, которые прибывают из других частей света. Один французский историк, Жак Бенуа Мишен, написал замечательную книгу об арабском мире, о Саудовской Аравии, династии Саудов, а также он писал об Украине. Я вам рекомендую прочитать эту книгу. Это очень небольшое произведение, хватит несколько часов, чтобы его изучить. Оно называется «Украина. Привидение Европы». И там можно прочесть интересные строчки. Автор считает, что Украина – это территория, живущая в режиме постоянных внутренних раздоров. Наш историк объясняет, что Украина не нация и не государство. Потому слишком большая разница между Западной Украиной и Восточной Украиной, между Югом и Севером, районом близко к Молдавии. Я говорил об этом в своем выступлении перед Национальным собранием Франции в парламенте в 2015 году. Я цитировал эту книгу нашего историка. Он говорил об Украине как о территории, населенной определенными этносами, группами. Но они не смогли образовать единое государство, потому что украинцы находились под различным влиянием то немцев, то поляков, то шведов, то варягов, которые изначально принесли им некий порядок. Я говорю о варягах, прибывших туда в V веке. Именно варяги дали тогда общее название Русь всем тем, кто проживал на этих южноевропейских территориях. Именно им удалось колонизировать эту территорию, потому что они обладали быстроходными судами за счет грибной силы на своих дракарах. Именно они впервые дали государственность. Отсюда слово «Русь» или «Руге». Книга нашего историка действительно замечательная, потому что она дает правильное понимание ситуации. Название «Украина. Фантом Европы». Господин Курвез, благодарю вас за ваши ответы. Я задал вам все вопросы, которые хотел задать. Напоминаю всем нашим зрителям и зрительницам, что вы смотрели интервью господина Алена Курвеза, бывшего советника министра внутренних дел Франции, а сейчас стратега в области глобальной аналитики. Благодарим вас еще раз, господин Курвез. До новых встреч!